Всем привет, друзья! С вами молодежный проект Альма Матер и ее ведущие Илья и Таня. Чем занимали школьники на каникулах? Что общего между могилевской архитектурой и блогером? Об этом мы не только узнаем в ближайшие 15 минут. В Могилеве заработала первая в стране виртуальная библиотечная площадка, которая должна объединить молодых талантливых авторов и не менее талантливых читателей. Для всех людей, у которых есть желание почитать, но нет возможности прийти в библиотеку или в книжный магазин, мы создали первую в Беларуси в своем роде виртуальную библиотечную площадку по названию Первомайская 3.0. Кроме массы познавательного и развлекательного контента, это еще и возможность для молодых авторов заявить о себе. И совершенно бесплатно опубликовать свои произведения в формате полноценных электронных книг. Могилевчане, кстати, их любят. Удобно очень. Оно всегда с тобой, в телефоне, в любой момент ты можешь ее открыть и читать. Читаете ли вы электронные книги? Иногда. Да. Бывает. Например, какую последнюю? Последнюю. Сейчас надо вспомнить. Дом странных детей Мисс Пирегрин. Гарри Поттер. Бегущий в лабиринте. Хорошо. А что лучше, кино это или книга? Книга. На весенних каникулах в библиотеках города прошла неделя детской и юношеской книги. А с начала апреля для младших школьников 5-7 лет организованы бесплатные курсы иностранного языка. В течение месяца в библиотеках города Могилева пройдут интерактивные занятия «Юные полиглотики». Мы приглашаем маленьких читателей посетить наши библиотеки и познакомиться с азами английского, немецкого и французского языков. В качестве преподавателей выступят студенты Могилевского государственного университета имени Кулешова. Весна – самое подходящее время для саморазвития. Читайте, учите иностранный, путешествуйте и постигайте мир. В библиотеке вам в помощь. В Могилеве прошли республиканские олимпиады по географии и трудовому обучению. 189 мальчиков и девочек из всех точек нет неземного шара, а Беларуси приехали к нам, чтобы выявить самого умного. И если вы думаете, что олимпиада – это решение задач в классе за партой, то вы ошибаетесь. Вот, например, полевой этап олимпиады по географии. Ну, это местность есть, а мы ее рисуем на листочках, да. По-простому так. Понятно. И как, это сложно? Да, сложно. Ну, честно. Ну, другие виды там деятельности, типа выделения каких-либо зон в городе или осмотр территории, застройки намного легче. Надо границ, а здесь отдельно стоящие деревья. Почему озарение приходит тогда, когда уже все? Заключительный этап республиканской олимпиады, который проходит в Могилеве, это одновременно еще и старт международной олимпиады, точнее, участие нашей команды в этой олимпиаде. И результаты очень важны. Стартовал самый молодежный сезон за всю историю Могилевского КВН. Почти в школьном фестивале за право продолжить путь в борьбе за чемпионство в Межгале отличились школьные команды из 34-й школы Могилева, Баркалабова и Орши. Попытаются обойти чемпиона в команду «Доктор Хаус» студенческие КВНовские команды города. Менталитет из института МВД и так проще из БРУ. А теперь юные блогеры урок грамоты. Чаще всего мы пишем слово блогер через две буквы «Г». Но мало кто знает, что в 2014 году вышло правило, согласно которому блогер нужно писать с одной буквой «Г». Ну и сюжет в эту тему. Про блогеров. Что общего между Могилевской архитектурой и юным блогером? Правильно, ничего. Но это только на первый взгляд. Архитектура Могилева многих впечатляет и вдохновляет. Интересно, а как выглядит Могилев в глазах современных строителей? Какие постройки они выделяют в современном городе? За ответом на этот вопрос отправляемся в БРУ на строительный факультет. Какое тебе здание в Могилеве нравится как строитель? Какое прикольное, интересное. Ну, мне больше всего нравится здание «Серволюкса». Вот оно находится рядом. Ну, потому что оно имеет, наверное, какую-то определенную такую архитектурную задумку, своеобразную такую. И очень, ну, как бы необычную и своеобразную для города Могилева. На лице которой построен парус. Хотел бы отметить реконструкцию здания, которое сейчас у нас, дом быта. Судя по проектам, это будет новое интересное здание. Здание над банком, наверное, потому что очень красивый архитектурный вид и, в принципе, интересная планировка внутри. Как строитель я хотел бы оценить весь комплекс зданий, который строится и был построен в районе спутник, который строится. Потому что там очень просторный район, просторные улицы, хорошее здание в плане проекта и всей полностью компоновки. Мне еще нравится костел Святого Станислава. Он, по-моему, в стиле барокко. Массивные колонны. Внутри там тоже очень интересно. А какие здания и достопримечательности оценят художники и дизайнеры со своей творческой колокольни? Это узнаем в Колледже искусств. Мне очень нравится заброшенная синагога напротив первого корпуса. И я очень хочу, чтобы ее восстановили. Мне нравится архиевский дворец. У него очень монументальный размер и всякие декоративные отделки. Там смещено два стиля – барокко и ранний классицизм. Это очень необычно для города. И китайская стена очень красивая у нас. Музей Масленикова. Мне кажется, что с точки зрения дизайна его очень интересно разглядывать. Там множество деталей. Действительно, очень интересное решение. Ратуша – это прикольно. А почему? Ну, потому что это символ Могилева, я считаю. Она выделяется из основной массы зданий. Мне нравится музей Белонинского бироли. Мне кажется, не хватает в Могилеве зданий с историей все-таки. Мне очень нравится собор успения Пресвятого Дева Марии. Это величественное белоснежное здание. Оно вселяет в мне чувство умиротворения и спокойствия. Я очень рада, что Могилева удалось сохранить такие памятники, как этот собор. Молодые художники и строители сходятся в одном. Самые интересные конструкции и вдохновляющие элементы – именно в исторических зданиях. Почувствовать себя и дизайнером, и архитектором Могилевских достопримечательностей решил 17-летний блогер Владислав Лукьянчук. Вот и нашли ту точку, где пересекаются две параллели – Могилевская архитектура и Ютуб. Всем здорова! С вами Влад Лукцер. И сегодня я вам покажу Могилевский драмтеатр в Майнкрафте. Приятного просмотра! Подписывайся на мой канал и ставь лайк! Для тех, кто не в теме, объясним. Майнкрафт – популярная компьютерная игра, цель которой – добывать природные ресурсы, строить из них свои миры. Обычно в этой игре создают небольшие домики, коттеджи – просто для собственного развлечения. А вот Влад решил построить Могилевские здания. Записал видео и так необычно познакомил своих подписчиков с Могилевым. Делать было нечего, решил просто зайти в Майнкрафт. Не страдать ерундой, не на серверах играть, а просто решил построить. В копилке у Влада – драмтеатр, Могилевская ратуша, ЖД-вокзал, гостиница Могилев, диагностический центр, дом советов. А еще он умудрился создать пока еще не построенную арку. Я посмотрел в этом интернете, как будет по плану все, и решил ее сделать просто по изображению. Чтобы никто не усомнился в таланте Могилевского блогера, предложили ему построить в Майнкрафте самое простое – его дом. И вот что получилось. С такими ребятами неудивительно, если достопримечательности Могилева в будущем окажутся, например, на Марсе. Илья, а ты в курсе, что в Инстаграме в одной публикации можно разместить от одной до десяти фоток или видео? Ну, конечно, в курсе. Вот и мы пытаемся как можно больше публикаций студентов и школьников вместить в рубрике «Репост». А вот и в самом вкусном вузе Могилева выбрали самую-самую. В университете продовольствия прошел отборочный тур конкурса «Королева весна-2018». Чем же отличался конкурс в МГУПе от, например, конкурса в МГУ? Да хотя бы тем, что в этом не было кулинарного этапа. И так понятно, что здесь все умеют готовить. Судя по фото, удивляли, как могли и чем могли. А победительницей стала Наталья Пугачева. Самый мужественный из всех вузов Могилевской области отметил юбилей. Институту МВД – 70. А с виду так и не скажешь – хорошо сохранился. Программа «Альма-Матер» присоединяется к поздравлениям. Недавно представители школ Могилева учились финансовой грамотности. Думаете, скучно? А вот и нет. В формате модного квиза они выяснили, кто самый эрудированный и финансово подкованный. Самыми лучшими стали ребята школы номер 34. Мы тоже там были и, честно сказать, ответили далеко не на все вопросы. Танцоры Белорусско-Российского университета покоряют Витебск. Коллектив современного эстрадного танца «Дэнс Коктейль» выступает на международном межвузовском фестивале танца «Сделай шаг вперед». Желаем удачи и ждем видео с выступления. Уверены, что многие из вас слышали о том, что в Могилевском зоосаде появился карликовый тигр. Автобусы с туристами едва ли не таранили зоосад, однако это оказалось первоапрельской шуткой. Только ленивый не опубликовал видеоролик с тигром у себя в соцсетях. Как итог, наша шутка в паблике Пикабу, в котором, между прочим, больше двух с половиной миллионов подписчиков. Да, шутка удалась. Очередной чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills пройдет в 2019 году в Казани. Вот и наша команда уже начала готовиться. Приятного аппетита! WorldSkills – конкурс, который проходит по всему миру, в том числе и в Беларуси. Здесь и токари, и сварщики, и кондитеры, и парикмахеры. В общем, молодые специалисты на все руки мастера. Программа «Альма-Матер» в своем репертуаре отправилась на самый вкусный этап. Дмитрий Башкиров – студент технологического колледжа. Говорит, что не волнуется, но дрожащие руки его выдают. И это неудивительно. В соседнем кабинете его блюдо оценивает профессиональные жюри. Критериев оценки много – от количества продуктов до чистоты тарелки. Очень хорошо сбалансировано. Сельдь подчеркивается свеклой. Такая, знаете, экстравагантная подача сельдей под шубой и всем известного салата в новой интерпретации. Блюда, которые готовили конкурсанты, были известны заранее. Но был и настоящий сюрприз. Секретный ингредиент, который стал известен только в день конкурса. Важно, чтобы молодой человек, молодой профессионал умел реагировать на быстро изменяющуюся ситуацию. В принципе, на объектах общественного питания зачастую такие ситуации могут и возникать. На конкурсе мы не просто демонстрируем какие-то навыки, мы еще и учимся, самосовершенствуемся. Это, на мой взгляд, очень важно. В отличие от соперников, Анастасия Яковенко из Черикова не скрывает своего волнения. Она единственный молодой специалист на конкурсе. Работает в профессиональном лицее, кстати, где и училась. Для Анастасии это второй WorldSkills. Так что она опытный участник. Ну а как самой? Не хочется съесть? Так вкусно пахнет все. Вкусно, но не хочется. Почему? Не хочется, потому что, ну что, я съем, а что останется на пробу? Как будут дегустировать? Нет, так неинтересно. Нужно оставить. Надеетесь на победу? Надежда умирает последний, конечно, да. Конкурсный день длился 6 часов. За это время молодые повара успели приготовить и подать 4 разных блюда. И барабанная дробь победителем областного этапа становится... Представитель Могилева Дмитрий Башкиров. Удачного выступления на Республике! В каком году Павел Дуров придумал одноклассники? Просили бы что-нибудь полегче про спорт, тогда бы ответили. Ну мы так не занимаемся, в соцсетях не лазим. А, то есть в соцсетях нету? Нет у нас. Мы больше времени со спортом. У меня нет в одноклассниках, я не знаю. Он создатель именно ВК. 2005, где-то так, 2007 может. А что стоит у Павел Дурова? Одноклассники, Телеграм. Одноклассники и Телеграм? О, ВК от Телеграм. Ладно, окей. Он же контакт создал, а не одноклассники. Часто зависаетесь. Часто, да? Думаю, часа два в день. Да? Ну, в сумме. 24 часа в сутки. Раз в час, раз в два часа. Что на парах? Не, на парах нет. На парах я учусь. А вы давно в контакте? С 2011 года. Много у вас друзей? Нет. Но уже мало. Чистим. Чистим? Ну, не то, что чистим. Просто отходим от тренда того, чтобы у нас друзей. Да, в контакте есть. А логин и пароль нам скажете? Моем пароль нет. И логин ведь его тоже. Много, кстати, познакомились с кем-то в контакте? Никогда не знакомились в интернете. Только так. Если в компании с кем-то познакомились, то тогда да. Беларусь в 4 могилёв. Подпишись. И смотри. Фоточки. И видео. Раньше всех. А на этом всё. С вами были Илья и Таня и молодёжный проект «Альма-Матер». Увидимся с вами через две недели. Пока-пока, друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова